В работе форума принимал участие глава Забайкальского края Александр Осипов. Модератор форума, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова подчеркнула, что взаимодействие общественных институтов и органов власти всех уровней должно идти постоянно. У женщин накоплен огромный социальный опыт, который может быть использован в реализации национальных проектов. В стране действуют 22 тысячи женсоветов, и они входят с различными инициативами. Модератор площадки развития народной дипломатии и приграничного сотрудничества Советник Федерального агентства Россотрудничества Татьяна Мишуковская отметила большую работу Союза женщин Забайкальского края с соседними странами Китаем и Монголией, и этот опыт должен быть использован. На дискуссионной площадке, посвященной национальному проекту образования, прозвучали такие актуальные темы, как безопасность детей в интернете, образование детей с ограниченными возможностями здоровья и другие. Все предложения, выработанные по этим и другим темам, прозвучавшие на форуме, войдут в его резолюцию. Участницы съезда решили, что Дальневосточный женский форум, который стартовал на Забайкальской земле, станет традиционным и будет проходить с периодичностью раз в два года. В 2021 году эстафету примет Республика Саха-Якутия. Республика Саха-Якутия. Репщита Саха-Якутия. Репщита Саха-Якутия.